Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о последней, 16 главе Евангелия от Марка. 16 глава, собственно, состоит из двух очень непохожих частей. Первое, до 9 стиха, насколько можно судить, вне всякого сомнения принадлежит Евангелисту Марку и содержит краткий рассказ о том, как женщины Мария Магдалина, Мария Акулева, Соломия и, вероятно, другие, кого Марк не упоминает по имени, рано утром, на рассвете, в воскресенье, как только стало возможно чем-то таким заниматься, по закону в субботу ничего этого делать было нельзя, они идут ко гробу для того, чтобы помазать тело Иисуса, пересыпать благовониями те пелены, в которые это тело было завернуто, идут. И в последний момент, видимо, вспоминают, что они слабые женщины, никого из мужчин с собой они не позвали, а камень, который был у дверей гроба, очень большой и очень тяжелый, и возможно, что им не удастся откатить его в сторону. Это была, по-видимому, как было принято в то время, такая округлая, высеченная из камня плита, которая каталась в желобе соответствующей ширины, чтобы откатить его действительно требовались бы большие силы. И вот евангелист говорит о том, что когда они подошли, они увидели, что гроб открыт, камень отвален, и вбежав внутрь, они встретили юношу, обличенную в белую одежду, и перепугались, перепугались, потому что кто-то в какой-то невероятной белой одежде здесь сидит, а тела Иисуса нет. И вот евангелист Марк пишет о том, что этот, ну как принято считать, ангел Божий объявляет этим женщинам о воскресении Христа и повелевает им пойти и сообщить об этом ученикам. И они вышли и убежали. И, как пишет евангелист Марк, никого ничего не сказали, потому что боялись. Трудно сказать, чего они боялись, но в конце концов даже это и не важно. Важно, что они стали все-таки свидетелями воскресения, и теперь, несмотря даже на страх этих женщин, невозможно от этого свидетельства никаким образом уйти. Вот эта потрясающая весть, которую говорит ангел этим женщинам, он воскрес, его здесь нет. Вот, он лежал вот здесь, вот на этом месте. А теперь он ждет вас в Галилее. Это, собственно, финальная точка повествования евангелиста Марка. Однако в позднейшие времена эта часть была дополнена несколькими сообщениями о явлении Господа Иисуса Марии Магдалине, заимствованном из Евангелия от Иоанна, о явлении Луки и Клю, опешествующем в Маус, из Евангелия от Луки, сообщением о том, как Господь отправляет учеников проповедовать Евангелие, и о Вознесении. Эти несколько кратких фрагментов представляют собой буквально одной-двумя фразами переданные пространные рассказы из Матфея, Луки и Иоанна, и были добавлены в позднейшую эпоху по некоторым соображениям, которые нам сейчас не так легко разгадать, и, в общем, не так это важно. В конце концов, по-настоящему важно, что вот Марк с одной стороны завершает рассказом о воскресении, свое повествование. С другой стороны, сам рассказ совершенно носит какую-то открытую, незавершенную форму. Понятно, что дальше, после того, как женщины в восьмом стихе этой главы из гроба убежали, дальше одно за другим происходит, и будут до конца времен происходить события, которые, так или иначе, исходят из воскресения Господа Иисуса, как из первоначальной точки.